Я как-то смотрел телевизор, вдруг увидел Роберта Де Ниро, и я как-то так подумал, блин, это крутой чувак, его все боятся, его нахрен все боятся, и я подумал, я хочу быть как Бобби, и я помню, это был шестой класс, я пришел домой, и выходит мама, и говорит, ты какую оценку получил по химии, и я такой, что, мать твою? Соответственно, все плохо. Привет, это Мята Мята, меня зовут Илья Ягямсев, я живу в Самаре и рассказываю про стендап и какую-нибудь российскую комедию. Сегодня все вместе. Сегодня я расскажу вам про фильм «Статус свободен», в нем Данила Козловский, известный актер, очень красивый мужчина, играет современного российского стендап-комика, как об этом думает сценарист и режиссер фильма. Вкратце, это очень плохой фильм в стиле суперсофт-порно. Вот в этом фильме Данил Козловский одет в костюм стендап-комика, в следующем фильме он будет одет в костюм пилота, после этого фильма он будет одет в костюм пожарного. Но, в общем, вы будете хотеть с ним потрахаться, как и все остальные женщины в течение этого фильма. При этом Данила Козловский играет в очередной раз совершенно неадекватного мудака какого-то, которого вы явно ни разу не били в лицо за те действия, которые он делает, иначе бы он делал их хотя бы потише. С ним вдвоем играет Елизавета Боярская. Начинается фильм с двух очень правдоподобных сцен, потому что, во-первых, Данила выступает с очень плохим стендапом на Хэллоуин, где явно нет денег пригласить кого-то еще, кроме Данилы Козловского, в роли вот этого стендап-комика. И он там знакомится с Елизаветой Боярской в такое нападение. Героине Елизаветы явно пофигу то, что происходит. В общем, она соглашается. Следующая сцена уже через два года, я напоминаю, это буквально первые пять минут фильма, они расстаются, потому что Данила Козловский ведет себя неадекватно, и да, сразу ясно понятно, жить с женщиной очень трудно, особенно если ты женщина. И это относится ко всем участникам. После этого Данила Козловский просто творит неадекват в течение полутора часов. Нет там вообще больше ничего в этом фильме. Ну, как бы и на этом конец. Я смотрел ведь не за этим, потому что обычно хороший режиссер, предоставляя фактуру, он как бы понимает, вот деньги это деньгами, но можно еще и зацепить какой-то кусочек фактического состояния, например, индустрии какой-то. Или, например, если это производственная комедия, а комедия про стендап-комиков все-таки относится к производственным фильмам, оно описывает как-то производство там, вот мы там чугуни льем где-то. Начиная с фактов, начиная с образа жизни, это неправдоподобно. Герой Козловского работает в супермаркете, они там печатают на кружках какую-то фигню, на кружках, часах, чем-то еще. Он работает одновременно, в одно и то же время, с еще одним чуваком. Чтобы вы понимали, зарплата там не превышает 40 тысяч рублей в месяц. При этом ему удается снимать квартиру. Он бухает в заведениях, он может купить себе что-то, кроме пива. Удивительно. И, когда ему плохо, все его страдания, они взяты из фильма «Духлес». Потому что в «Духлесе» у него были как бы деньги и много, и на них он мог изображать страдания дебила. То сейчас он просто дебил, который вот, ну, он, короче, покупает две бутылки Джека Дэниелса, чтобы залить свою боль. И, в общем, он беспрерывно это делает. И один вопрос, откуда деньги у тебя, чувак? Ты должен как минимум жить в одной комнате на окраине Москвы вместе с тем чуваком, с которым работаешь. Если это снимок жизни современного стендап-комика, который был на дне, и теоретически в течение фильма с ним что-то случилось, что он пошел наверх, это совершенно не так. В фильме снимаются комики стендап-клуба номер один, но они там в качестве мебели. Ну, так скажем, в качестве людей, в которых отражается Данила Козловский. Очень смешно, реально смешно, что в роли антагониста человек по фамилии Ярцев. В принципе, и у Данила Козловского могла бы быть фамилия Ярцев, ничего бы не изменилось. Когда я смотрю вражеский фильм, зарубежный фильм, романтическую комедию, которая представляется статус свободен или еще что-то, я обычно вижу какие-то правдоподобные моменты с людьми, которые ведут себя, в принципе, адекватно, сообразно стереотипом, но с ними случается что-то не так, это все очень мило, у них чувства и так далее. Здесь все неправда, все от начала до конца. Сценарист – говно. Там есть ворованный гэг из Ти Джей Миллера. Блин, ну, ребят, ну мы все смотрим одни и те же фильмы, кого вы обманываете? Ладно, что хорошо, хороши второстепенные герои, все второстепенные герои играют отлично. Стоматолог, который по фамилии как раз Ярцев, его играет Владимир Слезнев. Он прекрасен, он блестящ, он абсолютно адекватен, и все, что хочется сказать героине Елизаветы Боярской, то, что «дорогая, ты все правильно сделала», это тот человек, который реально тебе нужен, забудь этого дебифа. И второй герой, которому искренне веришь, это героиня Натальи Анисимовой. Она играет девочку-стендап-комика, который выглядит ровно, как девочка-стендап-комик во всех комедийных клубах этой страны. Вот абсолютно точное и удивительное попадание, включая текст. В фильме есть как бы пародия на стендап-шоу, которая сделана удивительно тупо, хотя бы по времени. То есть ему вчера делают предложение, сегодня он снимается, а завтра становится звездой, потому что все уже вышло. Как все это исправить? А исправить все очень легко. На самом деле Козловского с Боярской нужно поменять местами как героев. Вот пускай Козловский уходит к стоматологу, а Боярская пытается его вернуть, и все сразу складывается, потому что фильм явно писался под бабу. А знаете, у красивых женщин очень часто бывают непонятного происхождения деньги, которые у них просто есть, и вот она на них живет, и сразу все склеивается. Она ведет себя как женщина, все не драма как женщина, и было бы здорово, если бы стоматолог остался мужиком. В этом случае она могла бы в конце его вернуть, и на это можно было бы даже взять грант у Министерства культуры на поддержание семейных ценностей. Стендап удивительно отвратительный, удивительно. Это вот просто какой-то кошмар. Сперва думаешь, что неплохо чувак отыгрывает, но потом в течение всего фильма он отыгрывает одну и ту же миниатюру. Ты сидишь так и думаешь, ну блин. С Козловским лучше смотреть фильм «Пятница», если вам нужно смотреть что-то с Козловским, потому что он там как-то сбалансирован, происходит все в какой-то адекватной среде внутри ночного клуба, и его очень сильно уравновешивают другие хорошие актеры, которые лучше Козловского играют. Но, к сожалению, в таких фильмах, как «Пятница», их мало, поэтому «Пятница» — это вот на вечер. То есть, если вы хотите провести нормальное время, чтобы посмотреть, забыть, вот этот фильм вот как раз для вас. А вообще, из прошлого года, и вместо всех фильмов с Козловским, стоит посмотреть «Тряпичный союз» — этот фильм, вот это кино. Его и нужно смотреть. Чего и вам желаю. Ну и самый сильный момент фильма — это когда прекрасный комик Егор Кукса колбасится под удивительно плохую песню, в удивительно плохом исполнении Елизаветы Боярской. И этот имперский националист, прекрасный гламурный иллюстратор, человек высоких принципов, который иногда выглядит вот так, показал мне, что фильм не просто катится по наклонной, а падает в пропасть. Живет моя отрада в высоком терему. И в терем тот высокий нет хода никому.